Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто сегодня пришел в Дом Божий, я рад вас приветствовать в любови Господа нашего Иисуса Христа. Тоже сегодня в гостях, вот вместе с Петром, приехали мы к вам с Прокопьевска, ну а вообще со Славгорода приехали, мы сейчас на курсах учимся, и тоже приехал, друзья, к вам с проповедью. Есть то слово, которое хотел бы сегодня поделиться с вами, поговорить об этом. Дорогие друзья, хотел бы сначала заручиться от вас в том, что вы сегодня все зададите вопрос, который будет многократно звучать в моей проповеди. Я бы даже хотел вас убедить, чтобы каждый сегодня мог задать этот вопрос и честно на него ответить. Вообще, друзья, когда я себе задавал этот вопрос, который сегодня буду поднимать, я замечал, что мне очень трудно честно на него ответить. Поэтому давайте я открою историю. Один очень интересный эпизод, он записан в Евангелии от Марка, в 14 главе, с 18 стиха буду читать. 14 глава, с 18 стиха. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить Ему один за другим, «Не я ли?» и другой «Не я ли?» Друзья, вот этот вопрос «Не я ли?» Я когда прочитываю эту историю, у меня возникает очень много вопросов. Почему произошло именно так, как произошло? Друзья, нет, я нисколько не сомневаюсь в истинности или в провидении Божьем. Именно вот в этой истории, это вечеря Господня. Господь берет своих учеников, с которыми потрудился уже три года. Такая, знаете, обстановка хорошая. И у меня вопрос возникает «Господи, а зачем Ты пригласил сюда Иуду?» Друзья, можно было вот этот торжественный момент, такой прекрасный момент, для нас это очень знакомо, да, участие в вечерях Господней. Зачем там нужен был Иуда? Зачем там нужен был Иуда? Друзья, у вас есть какой-то ответ на этот вопрос? Зачем нужен был Иуда? Может быть, надо было с ним расстаться еще до того, когда они сюда шли? Сказать пару ласковых слов и отправить Иуду. Иуда был чужим человеком. Иуда уже не был учеником, хотя назывался. Хотя назывался. Друзья, еще у меня возникает вопрос, почему ученики все задали этот вопрос? Написано «все». Он же сказал, а вот, они опечались и стали говорить ему один за другим. И все, как один. Господи, не я ли предам? Не я ли? Друзья, если бы вы были, вы бы задали этот вопрос? Да нет, мы же члены церкви. Как бы мы верно будем. Мы предавать Господа мы не будем. Ну как? Зачем? Вот, а мне очень понравилось поведение учеников. Я бы хотел, чтобы мы сегодня тоже, мы названы ученики, мы дети нашего Господа. И, друзья, сегодня в собрании я хотел бы, чтобы мы этот вопрос лично себе задали. «Господи, а может быть, я скоро предам Тебя?» Ну, рисую себе такую простую картину. Бывает так, ну у меня еще дети маленькие, но бывает уже надо выяснить, кто натворил. Какое это дело. Вот, как дети отвечают? Я, 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 я. Как детки? Вы отвечаете, вот когда папа спрашивает, так, кто там сломал? Сознаетесь? Хорошо сознаетесь? Интересно, друзья, что мы, как родители, мы часто действуем по факту. Произошла беда, так, кто это сделал? А теперь, смотрите, Христос по-другому задает вопрос. И еще факта нету. Факта предательства, как такового, еще не вскрыта проблема, как, ну, в том, который мы знаем, как Иуда предал нашего Господа. И он как бы наперед задает вопрос. Один из вас предаст меня. Еще не произошел факт, и они говорят, Господи, неужели этим человеком буду я? Неужели этим человеком буду я? Неужели я такое могу сделать? В моих глазах ученики, они очень высоко выросли. Друзья, эти люди, они пытались быть честными пред Господом и пред собой. И вот эта честность в нашей духовной жизни, в отношении к нашему Господу, друзья, ее Господь очень высоко оценит. И я бы хотел, чтобы каждый был искренним пред Господом, задавая этот вопрос. Друзья, мне еще вопрос возникает, зачем Господь поднял этот вопрос вообще? Зачем? Ну, Иуда предал бы, предал. Зачем вот в такой ответственный, в такой торжественный момент? Для нас иногда мы читаем в вечере, да, ну, как бы немножко такой скорбный момент, ну, или такой ответственный. Нам иногда кажется, что ученики вели себя на вечере, как мы сегодня ведем на вечере, да, там такое благоговение, тишина, друзья. Что значило вечеря? Друзья, да они пришли чай попить, ну, русским языком сказать. Они пришли чай попить, они пришли пообщаться. Это самое теплое такое время. Моего папы очень часто не было дома. И я помню те моменты, когда он приезжал и говорит, детки, сегодня все собираемся. Сегодня будем ужинать вместе. Друзья, я помню это как одни из самых светлых моментов в моей жизни. Это были торжественные, это были радостные моменты. Это те моменты, когда Отец многое говорил к нам. Много говорил к нам. И с этих вечеров я очень много запомнил. Я становился лучше, потому что я бывал на этих вечерах. И, друзья, Господь тоже хотел поговорить по-хорошему. И вдруг поднимать такую серьезную тему. И такой серьезный вопрос. «Один из вас предаст меня». Ужас какой-то. Но, друзья, Христос поднимает вопрос верности. Христос поднимает... Ему немаловажно, как его ученики относятся к нему. Я хотел три момента таких отметить и говорить больше, может быть, не на этот вопрос. Пускай повиснет сегодня вот в воздухе, не я ли Господи. Первый момент, какой я замечаю в нашей жизни. Я буду сейчас говорить больше к практике, к нашей жизни. Но мы к этой истории будем периодически возвращаться. К этому эпизоду. Он очень полезный и очень назидательный. Верность Христу без Христа. Друзья, у кого были такие моменты в жизни, когда вы хотели быть верными, но не беря в расчет его? Вспоминая мое становление, когда я приближался к Господу. Я, хотя родился в христианской семье, очень по-доброму воспитывался, но был грешником, страшным грешником был. И вот эти, помню, моменты мое становление, когда я каялся, а потом падал. Каялся, падал. Я помню вот эти моменты, когда я вставал на колени и говорил, «Господи, все, все, я пойду за тобой, больше не повторится, больше этого греха не будет в моей жизни». Как вам кажется, у меня получалось? Так я знаю, что у вас тоже не получалось. Потому что была в центре я. У нас такое, ну, в нашей церкви есть друзья из братского дома. Такое служение в нашей церкви есть. И я всегда удивляюсь этим людям, как они именно вот на эту ошибку часто, эта ошибка повторяется, такие моменты. Приходит брат, ну, согрешил, упал, стоит перед церковью и говорит такие слова, «Я от Господа больше никогда не уйду, нет, я все, я все, братья и сестры из церкви, я вас больше никогда не подведу». Как вам кажется, он подведет еще раз? Конечно подведет, конечно подведет. И именно так случается. И, знаете, я начал даже наблюдать, смотри, смотри. И недавно был такой случай, думаю, что-то сомнительно опять. И правда, через пару месяцев опять та же самая проблема. А посмотрите, Петр, когда общается со Христом, и он говорит, «Господи, если все убегут от Тебя, если все отрекутся, Господи, только не я». Кто первый? Петр. В чем проблема? Друзья, идея, дьявол нам такую идею навязывает, чтобы мы нашу духовную жизнь строили от нашего «я», от своей силы. А это, друзья, сто процентов проигрышный вариант. И тогда мы точно не сможем быть верными нашему Господу. Что в таких случаях? Кто-то предлагает, ну как, надо же усилия свои предлагать. Друзья, надо так перед Господом сдаться, поднять две руки и сказать, «Господи, я пробовал сам, у меня ничего не получается. Помилуй меня грешника». Братья и сестры, помолитесь за меня, у меня не получается. Друзья, тогда будет эффект. Если бы тогда, а помните потом, Петр, когда проходит этот испытание на вопрос верности Господу, а потом говорит Господь, и опять спрашивает, «Петр, любишь ли ты меня?» Казалось бы, совсем другой вопрос. Нет, Христос имеет в виду этот вопрос верности. «А ты любишь меня?» «А ты любишь меня?» Он говорит, «Господи, ты все знаешь». Петр, знаете, примерно так поднял руки, «Господи, ты знаешь». Я говорить много могу, обещать много могу. Я не хотел бы, может быть, снять с нас какую-то ответственность. Не надо, нет, вопрос обещания, вопрос завета с Господом, это всегда важно и нужно. И наша сторона, наше желание, наше стремление, оно тоже очень важно в вопросах нашей верности. Но очень важно понимать, что я сам не смогу верным Христу быть без Христа невозможно. Верность – это не христианское воспитание. Иногда люди так себе воспринимают. Кто-то, знаете, правильно одевается, хорошо себя ведет, говорит только хорошие слова. Но ведь это же не показатель еще верности. И он бывает такой человек, на другой говорит, вот он неверный, вот он неправильно поступает. Он неправильно делает. Но, друзья, мне таких людей искренне жалко. Скорее всего, что у них в других вопросах есть большие дырки и пробоины в вопросе верности Господу. Я пытался выявить противоположное слово, слово верность – это предательство. Кем я оказался Иуда? А вот, друзья, кто предает? Кто может оказать предателем? Свой или чужой? Только свой. И поэтому Христос и задает вопрос, кто из вас предаст меня? Кто окажет вот эту неверность? Враг не может быть предателем. Враг, он остается врагом. А предают всегда свои. Простой пример в моей жизни был. Отец купил кожаную куртку, я его говорил, мы жили небогато. Я говорю, пап, надо, потому что все мы ребята, все мы одноклассники. Такой бум пошел на такие кожаные, в кавычках, кожаные курточки. И вот мы купили, она немало стоила денег. Я вот ходил-ходил в школу 3-4-5 дней. А потом, значит, ее в гардероб повесил и пришел, а потом ее не нашли. Я помню, когда я, ну вот, мы это делали в милицию, конечно, надо же найти. Ну и там школа вся поднялась, учителя. И я помню, что полицейский говорит, с кем ты дружишь. Я ему называю двоих верующих ребят, которые со мной в классе. Он говорит, их первых надо на допрос. Я говорю, нет, они не могли украсть. Он говорит, нет, их первых надо. Друзья, я вам скажу, не они. Я и не сомневался в этом, это были верные люди. Но этот человек, зная свою работу, он говорит, свои, скорее всего, предали. И сегодня много очень преступных моментов в мире. И в первую очередь подозревает кого? Самых близких людей. Это предатели. Поэтому, друзья, чем мы ближе ко Христу, тем вопрос нашего предательства или нашей верности, он все более и более актуальный. И поэтому, если мы хотим жить благочестиво в этом мире, друзья, мы должны себе задавать вопрос, в каких отношениях я с Господом? Верный ли я? Окажу ли я ему верность завтра и послезавтра? Второй момент. Быть верным – это возможно. Иногда, ну, вот выше, да, мы поговорили, и такое ощущение, что ученики все оказались неверными. Да и у нас мало что получается в вопросах верности. Друзья, верным быть – это реально. Ну, давайте сначала посмотрим, что сегодня мир предлагает по поводу верности или как он ценит эту верность. Я перелистываю, как такие сборники называются, сборник афоризмов, умных высказываний. Я нахожу такую фразу, мне она очень понравилась. «Верность – это самая ценная валюта». Думаю, какой человек, наверное, это очень богобоязненный человек сказал. Верность – это самая ценная валюта. Знаете, кто подписан? Владимир Высоцкий. Друзья, я никогда не слушал ничего. Я не читал, мне этот человек, в общем-то, не интересен. Я с ним даже в одно время не жил. Думаю, ну, надо посмотреть. Думаю, интересно, человек, откуда он это взял? Я начал Википедию открыть, начал биографию его читать. Три раза женатый. Я закрыл. Друзья, люди ценят. Они говорят высокие слова, но они, в общем-то, не верят и сами так поступать не могут. Люди без Бога не могут быть верными. А все-таки, что говорит Писание по вопросу верности? Господь нас подводит к тому, и много раз в Священном Писании говорит о том, что мы были верными в малом. Мы иногда, знаете, нам иногда кажется, начнутся какие-то гонения. Ну, тогда я буду верным Господу. А Господь говорит, верный в малом и во многом верен. Я бы хотел, друзья, обозначить сейчас малые дела или малые моменты практически нашей жизни, где мы, друзья, с вами должны быть 100% верными. И эта верность реальна. Иногда кажется, если меня никто не видит, зачем быть верным? Зачем? Друзья, но Господь не благословит и вообще ничего не даст нам. И не воспримет нас, как своих детей, потому что мы верно в малом не смогли оказать Ему верность. Верность в чистоте нашего сердца. Верность хранить в наших мыслях. Верность в молитвенной нашей жизни. Иногда думается, люди говорят, зачем так часто говорить, что надо утром, вечером читать, молиться. Друзья, это самое простое дело, которое нам Господь доверил или в наших возможностях. Это каждый должен христианин делать. Это каждый христианин может делать. Это должен каждый делать с удовольствием. Друзья, у кого получается хорошо? Я не буду поднимать руки. Друзья, давайте будем начинать с малого. Малого. Сколько раз я об этом говорю и сколько раз я сам замечаю. Забыл, не успел, поздно встал. Несколько практических моментов из своей жизни. Я работаю в сфере торговли. И одно время приходили люди, которые получали скидку. Я предлагал товар, и они получали скидку в опт. И я в свое время им делал, когда только пришел в церковь, я эти вопросы еще до конца не понимал. Но потом ко мне Господь проговорил один раз. Суть такая. Он говорит, выпиши мне, пожалуйста, чек на полную сумму. Я с человека полную сумму возьму. А тебе? Ну, а тебе за минусом скидки. Давай так, давай так договоримся. Ну, в принципе, ничего такого, да? Ну, человек, это его заработок. Но я потом спросил, я говорю, а ты как говоришь? Это полная стоимость? А если человек тебя спрашивает про скидку, что ты говоришь? И он начинает мне объяснять, как он просто обманывает людей. Ой, друзья, у меня так страшно стало. Ну, казалось бы, такая, ну, как бы, ну, пускай сам разбирается. Потом я ему настал объяснять, я говорю, понимаешь, программу 1С не дает. Не дает. Друзья, да, действительно не дает, но я знал, что я все равно могу. Потом какое-то время прошло, мы с ним расстались, и он опять приходит ко мне. Я уже на другой работе работаю. И он опять мне этот же самый вариант предлагает. Я говорю, ты же знаешь, что мы верующие? Он так говорит, да, я знаю. Я говорю, мы так не сможем сделать. Давай какой-то другой вариант придумаем. Давай ты, может быть, свою организацию откроешь. Ты можешь сам эти чеки печатать, сколько угодно. Но я в этих вопросах не буду участвовать. Друзья, такие, казалось бы, тонкие моменты. Ну, вот можно сделать, можно не сделать. Я начал себя проверять, когда я общаюсь с сотрудниками, которые меня остановили, мой автомобиль. Я понимаю, я должен быть верным, я должен быть честным, я должен быть открытым. Так всегда хочется сказать как-то так, но не так, как оно было. Или не так, как оно должно быть. У меня один друг есть, очень хороший друг. Он очень оригинальный в своих подходах к жизни. И однажды он попал в гипермаркет. И у него одна такая проблема, что он очень забывчивый. Ну, у него как-то голова, видно, только об одном всегда он думает, а о другом, например, не может уже думать. И вот он зашел и, видно, отвлекся в том, что он вообще в гипермаркете. Ему нужно было купить одну маленькую запчасть за 52 рубля. Ну, там что-то для поливки огорода, какой-то фитинг купить. И он говорит, я зашел, взял, ушел, дома устанавливаю, не оплатил. Что делать? Друзья, что бы вы сделали в таких случаях? Потому что христианин. А все, тут надо уже огород поливать. Кстати, магазин находится в другом городе. Он понимает, неразумно сейчас этот вопрос решать. Он говорит, ну, да ладно, 52 рубля, как бы там, ну, заеду, потом сознаюсь. А совесть мучает. Он говорит, и мне совесть мучает. Я, значит, на следующий день попадаю опять в этот магазин, подхожу на кассу, говорю, я украл у вас. Давайте я плачу. Давайте по камерам посмотрите. Я, ну, как бы, утащил. Она на него смотрит. Она говорит, а что утащил? Ну, вот такое за 52. Она говорит, да иди, все нормально, все. Какой, ну, смысл, какой там смена закрыта. Ну, как бы хотел по-честному. Думал, 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 что делать. Он заходит в гипермаркет, оплачивает вещь, опять заходит в ложе и поехал домой. Ну, друзья, казалось бы, зачем такие сложности в жизни, да? Зачем? Ну, ошибся там, ничего страшного. Друзья, этот человек хочет жить свято перед Господом. Верный в малом. Я начал замечать, друзья, в моем поведении, мои слова. Вот я оказываю верность моему Господу? Очень серьезный вопрос. Яков пишет о том, что наш Господь, Он, будучи верен и праведен. Я бы хотел еще раз посмотреть вместе с вами на личность нашего Господа Иисуса Христа. Он верный. Друзья, Господь наш верный, и Он показал нам пример, что мы с вами можем быть верными. Апостол Павел очень высоко ценил верных людей, и он хотел сотрудничать только с верными людьми. Ну, например, такие люди, как Тимофей Тихий. И он говорит, а Тимофей, он говорит так, его верность вам известна. Как-то мы с молодежью сели таким кругом, мы на эту же тему рассуждали. И я говорю, молодежь, давайте сейчас подумайте, кого вы считаете в церкви верными. Сто процентов верный человек. Я говорю, а потом скажете. Ну, такая тишина, все думают, 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 думают. Я говорю, ну, пожалуйста, давайте, говорите. Один говорит, дядя Петя. Согласен. Второй говорит, дядя Петя. А знаете, кто такой дядя Петя? Я вам расскажу. Дядя Петя – это дьякон церкви, который живет при молитвенном доме. Вот дядя Петя. Не ответственный служитель. Не я руководитель молодежи. Друзья, я чуть-чуть так надеялся, что, ну, скажут, Марк верный. Ну, как бы тут. Не, нет. Вот, друзья, люди четко знают, кто сто процентов верный. Знаете, тогда, когда слова совпадают с делами. Это молодежь считает верными людьми. Я, знаете, я посмотрел на этого брата, думаю, как они высоко его оценили. Он по-настоящему верный Господу. Он больше делает, кстати, чем говорит. Наверное, если в процентном соотношении, ну, вообще перевес серьезный. Вот она верность, друзья. Иногда мы готовы много очень красивых фраз говорить, какую-то деятельность заниматься. А нашу жизнь люди смотрят. Смотрят наши соседи, смотрят наши братья и сестры. Наши дети смотрят на то, какой я верный пред Господом. Последнюю мысль, кратенько, у нас время уже очень много. Верность Христа. Христос верный для неверных. Вот смотрите, кто из вас готов дружить или общаться с людьми неверными? Вот, например, вы работаете в бригаде, и вдруг вы знаете, что один начал тащить. Как вы долго сможете с таким человеком проработать? Ну, хорошо, он, бывает, исправился, покаялся, еще раз поймали. Что бы вы с таким человеком сделали? До свидания, да? Друзья, что делает Христос? У меня настолько впечатляет, друзья, Иисус Христос, Он верный для неверных. Это последняя мысль. Гефсиманский сад, Христос заходит в Гефсиманию. Для меня вообще всегда было так, знаете, как-то я привычно читал, что Христос Иуду поцеловал. Вообще, вы готовы поцеловать человека неверного, который вас жестоко обманул? Друзья, простить – да, здороваться – да, поцеловать – большой вопрос. Друзья, и Христос целует. Вы знаете, Он не так сказал, Иуда, стоп, да, это я. Ты уже не мой, ты уже не мой, ты не мой ученик уже, давай. Друзья, Христос совершенно по-другому поступает. Над Христом смеются толпы людей, которые стоят перед Христом. Друзья, что говорит Христос? Прости им очень, ибо не знаешь, что делают. Господи, пожалуйста, прости их. Прости. Друзья, вот такой бы верности нам. И этой верности побольше. Текст, еще один, который хочу прочитать. Псалом 77, 57 стих. Это о народе израильском идет речь. «Отступили и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук». Друзья, речь идет о народе израильском. Мы сейчас не будем рассматривать историю народа израильского, как они путешествовали, как они изменяли нашему Господу. Но здесь интересные сравнения. Но ты как неверный лук. Друзья, ну я с лука не стрелял. Ну в Монголии был один раз, там детский лук мне давали, ребятишки, им папа сделал, они вот с лука стреляют. Ну я все равно как бы не очень стрелял. Ну для меня вот понятная ситуация, такая игра из Дарс, да, и в десяточку попасть. Но, а вообще, когда я поинтересовался, если лук неверный, вот представляете, да, охотник натягивает тетиву и хочет выстрелить в жертву. Лук раз, а стрела туда, он еще раз, а стрела опять туда. Неверный лук, невыдержанный, я не знаю, что на пропорции, может быть, кто-то на него наступил, или он сломался. Вот наша жизнь и вот народ израильский часто сравнивается как неверный лук. Я бы хотел, друзья, чтобы наша жизнь, она была, вот эта стрела нашей жизни, она летела четко в небесный Иерусалим. Для меня жизнь Христос раз и в десяточку. И чтобы нам достигнуть небесного Иерусалима, я бы хотел пожелать всем этой верности. Я сама, как тот неверный лук, мысленно совсем осуетилась и отбилась от Господних рук и бесчетно раз уж провинилась. Вновь иду запачканный к Отцу, вновь о светлой милости взываю и в слезах бегущих по лицу. А прощением Божьим умоляю. Друзья, задайте себе вопрос. Вспомните момент вечери. Господи, не я ли? С искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Ответьте честно себе. Я бы хотел, чтобы мы сегодня молились и молились искренне пред Господа. Может быть, Господь сегодня кого-то зовет. Кто-то понимает, что, Господи, я был неверным. Друзья, эти вещи надо открывать. Нужно открывать. И вот Петр плакал. Петр плакал, он понимал, что он выстрелил и выстрелил вообще не туда. Вообще не туда. Он-то планировал. Вспомните, как он планировал? Вообще не туда. И может быть, ты тоже понимаешь, дорогой друг, что я-то планировал, я-то хотел. Вроде как и силы к этому прилагал, но не получилось. Обратись к Господу, Господь поможет. Не я ли, Господи? Не я ли? Аминь. Будем молиться.